Перспективный авиационный комплекс дальней авиации. ПАК «Да» он будет не на базе ТУ-160? Нет, не на базе. Ну, потому что самолет, перспективный авиационный комплекс дальней авиации, он уже будет преследовать другие цели. И характер боевых действий, которые ожидаются уже после 20-х годов, он будет, крен, основной делать на авиационные средства поражения, на ракеты, в том числе гиперзвуковые, большой дальности. Оказывается, его уже давным-давно разрабатывают. И даже имеют четкие представления, как должен выглядеть этот ПАК «Да». Самолет с запредельными возможностями, с искусственным интеллектом, с неограниченной дальностью и продолжительностью полета, возможности выполнения дозаправки минимальными количествами для того, чтобы выполнить боевые задачи на любом континенте, на любой части земного шара. И самолету, носителю, не обязательно уже на рубеже, скажем, после 25-го года, по 30-му ближе, не обязательно иметь такие характеристики, как, значит, сверхзвуковую скорость. Не нужно. Ему нужно максимально долго и незаметно находиться на боевом дежурстве в воздухе, для того, чтобы, не входя в зону поражения, можно было бы выпустить свои авиационные средства поражения и поразить намеченные цели. То есть это речь идет уже, наверное, о 20-30-х годах. Мы планируем, что первый полет ПАК «Да», должен быть где-то в районе 26-го, 27-го года, чтобы где-то к концу 20-х годов можно было начать серийное производство. То есть фактически ПАК «Да» будет строиться на тех же станках, на которых модернизируют сейчас. Станка правильно. ПАК «Да» будет строиться на тех же станках,